Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, на Финам ФМ сухой остаток, время сухого остатка, сказал бы я, сегодня пятница, знаменательный день, знаменательный он по двум даже причинам, потому что, во-первых, это пятница, это конец недели, мы радостные, и мои гости сегодня увеляют, да, да, мои гости сейчас улыбаются, потому что действительно тяжелая трудовая неделя закончилась практически, вот, через некоторое время будем это праздновать, отмечать с вами. И второй момент связан с тем, что, да, автор, замечательный праздник, да, и я, ну, давайте с этого начну, я поздравляю всех слушателей Финам ФМ, соответственно, мужского, наверное, да, прежде всего, пола, с завтрашним замечательным праздником, вам, сограждане, всего самого хорошего. Ну, и возвращаемся к теме финансовой итоги недели, и в гостях Михаил Федоров, аналитик Вектор Секьюритис, Миша, добрый вечер. Добрый день. И Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента институционной группы Норд Капитал, добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, слава богу, что я к вам добрался, думал, будет хуже. Ну, в смысле, пробки? Да, но, оказалось, все более-менее. Более-менее. Так очень часто бывает, я тебе хочу, Володь, да? Яндекс очень похож на ФРС США, они немножко пугают и пытаются исследовать реакцию. Ну, отлично, отлично, мне нравится твое сравнение Яндекса как Федрезерв. Я просто хочу сказать, что многие вещи начинаются с каких-то, да, негативных ожиданий наших, а заканчивается все хорошо, неплохо заканчивается. Кстати, так случилось и на этой неделе, если, извините за каламбур, видите, ожидания этой недели, да, в связи с протоколами. Комитет по ставкам, да, мы, так сказать, переживали-переживали, все упало и сейчас отрастает, и слава богу. Отжалось. Отжалось, упал-отжался, да. Опять-таки, в преддверии завтрашнего 23 февраля абсолютно актуальная цитата. Упал-отжался. Это мы про рынок сейчас. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Осталось не так много времени, да, до его окончания. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495. И также сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, делитесь собственными мыслями. Я начну традиционно с того, что рисую картину маслом. 1806 в Москве. Итак, что же сегодня происходит на основных финансовых площадках? Индикаторы российского рынка сегодня в ВИАЛО, но оптимистично смотрят в будущее. РТС прибавляет 0,2%, 1551 его текущая котировка. ММВ также в небольшом плюсе в 0,2%, 1497. Ниже, кстати, полутора тысяч, тем не менее. Также более-менее позитивна Европа. Фудси, в частности, выше ватерлинии на 0,6%. Вчерашнее закрытие, ну, пока что о закрытии, да, американских площадок в отрицательной территории. Ну, собственно, СИПИ, значит, упал на 0,5%. Доу Джонс чуть ниже, на 0,3%. Ну, в любом случае, черненькие свечки нарисовали. Через полчаса посмотрим, как они откроются в последний день текущей недели. И, кстати, индекс, пардон, фьючерс на S&P 500, и сейчас растет 0,4%, он прибавляет. Азия сегодня была также разнонаправленной. Шанхай композит упал на 0,5%, а NASDAQ 225 вырос примерно настолько же. Значит, смотрим дальше, смотрим дальше. Сырьевые рынки, Форекс, нехть, марки, бренд. Ну, Володя абсолютно прав, да, отскоки, отскоки, некие отскоки мы наблюдаем после двухдневного падения. Бренд отскакивает выше 114 за бочку. Золото, кстати, неплохо отскочило от 1560, да, и протестировало уровень 1580. Сейчас болтается вот внутри. Все равно ниже 1600. Да, пока еще ниже, но вот поддержка все-таки, да, двухлетняя, я бы так сказал. Ну, и так я и говорил чуть раньше, она все-таки устояла пока. Золото, значит, 1572 за унцию и евро-доллар, индикатор валютного рынка сейчас в районе 1,3180. Ну, тоже сегодня наблюдался, да, попытка отскока, потом на европейских новостях опять пролили его. В общем, пока он не уверенно себя чувствует, бедолага, жалко его. Итак, последние котировки российских акций, голубые фишки, основной набор, разнонаправлен сегодня. И можно выделить, наверное, наверное, наверное. Да ничего не выделяется, честно говоря. Роснефть в 0,8% прибавляет, Газпром в 0,6% прибавляет. Да, 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 МТС, 9, ну, почти процент, остальные там. В общем, никакой, я с вами согласен, практически никакой день. Ну, все празднуют, всех поздравляют. Всех поздравляют, да, праздновать надо позже. Какие тут торги уже. Миша, давай с тебя начнем, да. И будьте любезен, расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, каковы эти самые финансовые итоги недели? Финансовые итоги недели у нас, скажем так, никчемные. Никчемные, понятно. Мы не определились с динамикой движения. Как вы сказали, что ФРС вышел со своими протоколами, последствия вышли... Все испортил. Да, все испортил, последствия вышли члены ФРС уже на текущий момент. Высказали свое мнение, по большому счету они ничего не сказали. Попланировали, скажем так, разные варианты, как они будут тормозить, когда они будут делать и на что ориентироваться. По большому счету ничего нового, такого принципиально не было. Которая бы на текущий момент сыграла бы. Потому что все планы, они как-то идут на отдаленную перспективу. Поэтому рынок испугался сначала, потом подумал, что ничего плохого не произошло. Наш РТС условно закрыл новогодний гэп. Вот, вот, да. Понимаете, что меня очень сильно возмущает. Я читал вот эти вот, так сказать, минутки. И, собственно говоря, да, там есть диссентерс, как всегда, те, кто против, баба-яга против, есть те, кто соглашаются. Но месседж основной, основной посыл был в том, что, а что было бы, если бы ФРС вот сейчас бы вдруг прекратил бы свои программы количественного смягчения. Уж больно они большие, все-таки 85 миллиардов долларов в месяц. И как бы это все вообще на всем отразилось? Я не могу понять, каким образом американские журналисты, значит, деловые издания, СМИ смогли это все таким образом обыграть, что в минутках Федрезерва содержалось обещание в скором времени прекратить программы количественного смягчения. Каким образом? Это умение, я тебе хочу сказать. Это профессионализм журналиста, прежде всего, наверное, который ни на чем может, да, такое, испечь такой пирог, чтобы потом... И завалить рынки хорошо при этом. Ну, они завалить-то завалили, но вот черным лебедем это все же не является. Поэтому, закономерно, мы отскакиваем и будем, видимо, стоять и ждать настоящего лебедя в виде, там, семерства бюджета. Вот, когда это случится, кстати? Первого марта. Первого марта уже не за горами. Да, и у них остается 4 дня. Буквально. Были почти как перед Новым годом, получается. Все то же самое. Да, и история, в принципе, повторяется, все то же самое. Все надеются на разрешение в последний момент. Вот, и, кстати, еще по ФРСу. ФРС там заявлял о том, что он будет, возможно, сокращать программы покупок, да. Ну, это как бы открывает такую завесу. Они, естественно, это не говорят, что на самом деле КУЕ нужно, чтобы выпускать Трижа. Так. Если все же республиканцы продавят, и секвестр будет, выпуск нового долга будет меньше, соответственно, и размер КУЕ можно будет действительно сократить. Ну, это будет постепенно, согласитесь, это же сначала они секвестр продавливают, уже потом, как следствие снижения необходимости доходной части, необходимость в новых аукционах постепенно падает. Это такой замедленный процесс. Да, и ФРС, соответственно, будет снижать, ну, зачем печатать больше? Нет, все правильно, я с вами соглашусь. С другой стороны, мы говорим о реакции рынка. Вот, ты же правильно сказал, да, что журналисты могут вот так вот... То есть, что рынок взяли на понт. Именно. Вот, молодец. Вот, у меня такое подозрение, что рынок взяли на понт. У меня еще не шурналисты. Решили прощупать, как вообще рынок будет реагировать, в принципе, на такие вещи. Ужаснулись, потому что рынок плохо отреагировал. Значит, я думаю, что в будущем, время от времени, вот такие лакмусовые бумажки будут в рынок опускаться. Вполне, вполне. Вот, и на предмет его, так сказать, толерантности к таким вещам. И каждый раз, так сказать, человек, который опускает лакмусовую бумажку, будет обжигаться в этой кислоте. Вот, потом дуть на свои пальцы и говорить, ну все, теперь в следующий раз, не раньше, чем через полгода. Совершенно верно. Хотя, с другой стороны, согласись, Володь, смотри, мы же говорили о том, что вот, ну, смотрим на индикаторы, там, американского рынка. Они на хаях стоят, и вот они потихонечку пробиваются, пробиваются, и все вот так вот, да, руки наглую. Назрела коррекция, назрела коррекция, назрела. И в этот момент тебе предлагают то, что ты вот сейчас лакмусовую бумажку. Это ведь риски-то неимоверные, это же могло закончиться мамой родной. Я думаю, что на самом деле они даже на рынок-то не смотрели, то есть, и целью был не рынок. Они, скажем так, ФРС на стороне Обамы, это явно. Ну это безусловно. Вот, и этот посыл, возможно, вот этот посыл был направлен в сторону республиканцев для изговорчивости. То есть, это, скажем так, мы сторонние наблюдатели, в том числе и рынок, да, а разговаривают они между собой. То есть, ФРС, условно говоря, намекнул, вот поэтому он и разъяснял, что будет, если там будет так. Да, они, условно говоря, республиканцам объясняли, как это будет плохо. Примерно по такому сценарию. Но республиканцы, я думаю, они не будут сдаваться, потому что им это сейчас уже... Ну, в принципе, они уже на компромисс-то пошли, да? Они пошли, первый раз, когда согласились. Первый раз пошли, но на самом деле получается так. Значит, есть расходная часть бюджета, есть доходная. Собственно, дил весь заключался в том, что необходимо повысить доходную часть бюджета и сократить расходную. Тогда это более-менее устраивало бы всех, включая такого теневого генерала, о котором мы все время забываем, как рейтинговое агентство. Вот, то есть, на самом деле... В целом агентство или какое-то конкретное? Володя, я тебя прерываю, извини, у нас сейчас время новостей. Мы с удовольствием их слушаем, а потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Пятница, сухой остаток. Подводим финансовые итоги недели. И еще раз напомню, в гостях сегодня Михаил Федоров, аналитик Вектор Секьюритис и Владимир Жанковский, директор аналитического департамента институционной группы Норд Капитал. Продолжаем наш разговор. Ну, вот мы за эфиром тут обсуждали. С одной стороны, уже набило, набило, набило оскомину эти разговоры. Вечные о проблемах американского долга, да. Давайте поговорим о чем-нибудь более приятном. Нет, поговорим. В преддверии, тем более праздника, подожди ты. А потом оказалось, оказалось, что ни о чем более важном-то, да, и не придумаешь. Ну, пока мы коррелируем, понимаете, я вообще удивлен, насколько сильно люди интересуются нашим российским фондовым рынком. Это какие люди, если не секретовые? Ну, вот... Ты их фамилии знаешь? Нет, ну, в общем-то... Нет, ну, я не знаю, вот лично даже в моем окружении, в ближайшем, есть люди, которые там, чуть ли не частные трейдеры там, и люди, которые просто активно интересуются, которые торговали, потом ушли в Форекс, потом снова пришли на биржу, там какие-то домохозяйки, которые просто интересуются и помогают своим мужьям, еще что-то. Ты откуда такой взялся-то, я не говорю? Ну, не знаю, может быть, я в таком окружении живу. Ну, может быть, в каком-то... Подожди, подожди, а ты начал с того, когда знакомились с тобой, что ты сколько-то лет в Америке прожил? Шесть лет. Может, ты об этом сейчас говоришь? Нет, я говорю... То, что американские бабушки все, естественно, пекутся о своих стоках, это понятно, но парадокс в том, что и россияне наши дорогие тоже, в принципе, о фондовом рынке почему-то стали очень сильно беспокоены. Ну, давай, если позволишь. Во-первых, это не парадокс, а это все-таки то, к чему мы стремимся, в частности. Стремились, у нас просто получилось как-то несинхронно все. Когда рынок был интересный, когда действительно можно было индивидуальному инвестору хорошо заработать на нем. Все, в частности, вот, Финам, компания инвестиционная, практику мы проводила, лекции о том, значит, ликбез, что такое фондовый рынок, на свою голову научила. Да. Теперь рынок грохнулся, а люди все стали очень грамотные. Очень осторожные, да? Да. Раньше не были грамотные, но рынок рос. Теперь люди стали грамотные, но... Нет, ну, хорошо, в общем, грамотные. Но при токе денег на наш рынок пока незаметно. Поэтому меня и удивил. Частные инвесторы, сколько там с них? Как с... Знаете, с кого? Чего? С гусевода? Ну да ладно. С козла молока. С гусевода лучше. Ну да. Толерантнее звучит. Толерантнее, да. Значит, Миша, давайте. Вернемся, значит, обсуждаем мы тему макроэкономическую, тему долга, да, и я так понимаю, все-таки, на твой взгляд, в частности, да, важнее темы сейчас не найти. Ну, а да, потому что Европа, она сколько занимается, так она и занимается, что-то там происходит, но рынок на это уже меньше реагирует просто. Сейчас основная тема будет все же долг Соединенных Штатов, что они будут все же делать с ним, и явно республиканцы надавят на свое, и все же дефицит бюджета в какой-то мере будет сокращен немножечко, там, либо там на 3-4 процента, да, либо там хотя бы на пару процентов, да. Ну, дело идет все к тому, они уже там налоги повысили после Нового года, сейчас чуть-чуть урезают эти секвестры, это, в принципе, немного, там, триллион 200 за 10 лет, это 120 в год по 10 в месяц, это не так уж, ну, не так уж и много, да, это помешает росту, как там заявляет Обама. Тем более, что 85 плюс, 10 минус за 85 плюс. Да, то есть это, в принципе, не страшно, тем более Обама может чуть-чуть газу еще поддать в каких-то других вещах, да, то есть Бернанке. То есть это не является катастрофой, чтобы ее сильно бояться, но будет прекрасным поводом, чтобы рынку скорректироваться вниз. Вот, а потом наступит май месяц, да, когда будет лимит долга. Подожди май месяц, еще у нас март-апрель впереди. Да, ну... Ну, то есть мы можем март-апрель порасти как раз, да, вот после того, как... Нет, 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 мы, думаю, СНП очень высоко забрался, просто индекс там, не знаю, страха сейчас очень зеленый. По поводу индекса страха, кстати говоря, я вот написал обзор еженедельный, готов поспорить, вот, например, даже в онлайне с уважаемыми радиослушателями, что на самом деле мы слишком большое значение индексу страха. В Штатах он называется ВИКС, у нас есть свой ВИКС, вот, неторгуемый, правда. Значит, на самом деле, вот я посмотрел реально, насколько он хорош в качестве своевременного предупреждающего сигнала о надвигающейся драме, и пришел к выводу, что в июле 2011 года, накануне понижения суверенного рейтинга США, он не дал своевременного сигнала с тем, чтобы поставить стоп-лассы, с тем, чтобы, в конце концов, расставить путы на тот же СНП. То есть он показал всплеск, но когда было уже поздно, уже фактически синхронно с нами. Но он не является опережающим, просто проблема в этом. Он показывает текущую ситуацию, но он не показывает будущее. Да, но, значит, вопрос сейчас, как никогда раньше, интересен в том, чтобы найти некий, все-таки, индикатор, который бы нам служил вот этой путеводной нитью Ариадны, который бы мог бы ответить на вопрос, что случится, и если это случится, то как скоро это случится? Ну, вот это... Валой, ты максималист, я слушаю с удовольствием. Нет, но как по-другому работать. Это поиск Граля. В общем, в итоге, значит, я могу сказать, что на Чикагской бирже опционов семьи есть целое семейство индексов, так называемые put-call ratio. Это соотношение опционов put к соотношению опционов call. Вот это и есть, собственно говоря, то, что правильнее было бы называть индексом страха. То есть чем больше людей хотят продать рынок, тем больше индекс страха. И вот он-то как раз и в июле 2011 года показал своевременно, заблаговременно показал всплеск, на который никто не обратил внимания, потому что все смотрели на VIX. И сейчас он тоже карабкается вверх. Хотя мы не знаем еще пока, что это будет, но соотношение опционов put к опционам call на Чикагской бирже медленно, но верно карабкается вверх с самого начала года. Ну, с этой точки зрения мы можем... Ну, что будет-то несложно догадаться, учитывая то, что нам предстоит, да? Не, ну, ожидание, понятно, это... Учитывая то, что рынок вообще никак не закладывается на проблему с секвестром, да, и его наступление, а то его наступление это как раз можно... Если вы полезете в воду с температурой 22 градусов, я думаю, вполне, а если 25, ну, можно, 36, горячевато, а 42... 42, да, нельзя вообще. Уже как-то не хочется. Нужен термометр. Все, я думаю, что сейчас самое главное, да, не вопрос даже, может быть, это важно, конечно, вопрос, победят республиканцы, демократов или демократы-республиканцев, в их извечном споре, что важнее доходная или расходная часть бюджета. Но сейчас важнее найти этот самый термометр, который можно было бы время от времени опускать в воду и смотреть, можно в нее еще залезать или нет. Нет такого термометра, в принципе, нет. Ну, как вариант, вот, Володя предложит. Кстати, там же на Чикавской бирже есть, да, еженедельная публикация интереса открытого. Да, опытный интерес, безусловно, да. Конечно, да. Какое количество верст стоит, какое количество вниз, надо... Просто при наступлении события все может развернуться очень быстро, да, даже никаких индикаторов... Ну, в данном случае будет поздно уже, конечно. Да, будет поздно. Все, кто стоял в одну сторону, получили полосю и... Может быть, конечно, да. И довольные пошли по домам. А сейчас у нас как раз вот этот лебедь, он потихоньку подбирается. Причем у нас год змеи, и эта змея, она потихоньку подбирается. Все прекрасно понимают, ну, как бы... Но подбирается лебедь. Да, да. К лебедю она подбирается. Почему-то рынок никак не закладывает вот эти опасения, но совершенно очевидно, что США однозначно впадают в рецессию. И они впадут в рецессию. Там, по итогу четвертый у нас минус, первый у нас точно явно будет минус. Вот как ни крути, это уже... Первый квартал. Меня больше другая вещь интересует. Сейчас будет на следующей неделе, значит, ВВП за четвертый квартал во втором чтении. И я сегодня посмотрел консенсус-прогноз в Блумберге. И что бы вы думали, там стоит плюс 0,5. И это после того, как в первом чтении там было минус 0,1, если вы помните. И мы так ради шутки уже даже подумали, что, может быть, в статистическое бюро отправить некое вежливое письмо, что, господа, а не нужна ли вам помощь? У нас в России очень хорошие статисты. Калькулятор у вас забарахлил там. Да, статистический разброс погрешности мы вам можем гарантировать гораздо уже. Ну, это как шутка, конечно, но нас это, конечно, все очень... и не только нас, это, наверное, многих очень нервирует, потому что вот такие разбросы полярные, они, конечно, вызывают повышенные колебания и нервозность на рынке. — Согласен, согласен. — Вопрос, когда упадет доверие к этим статистическим. — Это отдельный и тоже очень интересный вопрос. — Кстати, давайте вернемся. Вот мы перед новостями о рейтингах агентствах заговорили, Володя, вот с твоей подачей как раз, да, это некий... Как ты его обозвал-то там, я уже даже забыл. Черный генерал, что ли, как ты его назвал? — Ну, серый генерал, да, которого никто не помнит. Или намеренно не помнит. Ну, я не скажу, что намерен, не помню, потому что, если вы помните, на прошлой неделе объявили о том, что, значит, генеральная прокуратура федеральная вновь затеяла расследование против практики рейтинговых агентств в период сапрайма, то есть в период с 2003 по 2007 год, практики присвоения рейтингов, бумаг... — Которые стали потом, да, да. — Ну, значит, это было довольно... Ну, я наблюдал с большим интересом, я вообще везде в интернете, так сказать, и в Блумберге перекопал все-все-все новости, которые могли бы к этой теме иметь отношение, потому что мне это все казалось довольно, так скажем, ну, комично. Во-первых, в судебной практике... Я не юрист, но в судебной практике есть такое понятие, как истечение срока давности судебного. И в Штатах он составляет от трех до пяти лет в разных Штатах. Я знаю, что в Нью-Йорке он максимально, он где-то около пяти лет судебный срок давности. В Калифорнии, кажется, три года. Я смотрел вот эти вот все вещи, поэтому более-менее я знаком с ними. То есть не с потолка говорю, а говорю, потому что я изучал этот вопрос. Вот. И, в общем, все Штаты где-то от трех до пяти лет. Ну, максимум пять даже возьмем. Сколько у нас прошло времени с того времени, когда последний раз эти рейтинги присваивались? Ну, 2008 год. Ну, условно говоря, ну, кризис грянул в сентябре. То есть в сентябре 2013 года будут как раз вот эти вот пять лет. Это максимальный срок судебной давности. И теоретически Америка законопослушная страна с, значит, судебной системой, которая находится во главе и всей иерархии власти, этих компаний, эти компаний невозможно судить, даже если они признают за собой свои ошибки. Поэтому у меня возникло бы, зачем весь этот... Да-да-да-да. Это шантаж. Зачевать. Просто шантаж. Видите, возникло совершенно, может быть, опять смешно это, мы только в России можем так смеяться, там в Америке вы, наверное, тут же выключили бы все каналы, рубильники подрубили, сказали, что вообще это не политкорректно. Володь, прерву тебя опять, уж извини, в новости на Финам.ФМ с удовольствием, потом продолжим. Ну что ж, продолжим. Продолжим наш эфир. Уважаемые слушатели, напомню, пятница мы подводим финансовые итоги недели. Мои гости сегодня, Михаил Федоров, аналитик, ректор секьюритис и Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента институционной группы Нордкапитал. Ну и разговоры у нас пятничные, я бы сказал, предпраздничные, да, несколько отличные от того, что обычно по пятницам мы говорим, ну, до финансовых итогов. Немножко милитаризированные. Да, да, ничего страшного, до финансовых итогов мы дойдем, но, Володь, очень интересно, вот ты рассказывал о том, что... Да, но, знаете, это все версии, мы не можем знать правду, но итог, я лишь хотел просто, действительно, чтобы точку поставить в этом предложении, что у меня возникло подозрение, что вот этот вот суд показной, он был сделан для того, чтобы немножечко, так сказать, приструнить их, и сказать, что у нас есть, в общем-то, меры воздействия, как говорится, tools in the toolbox, по-английски, по-американски, вот, чтобы поступить, поскольку сейчас в марте, по идее, у ФИЧ, по их вот расписанию, они должны дать переоценку того, что они понизили ожидания, outlook по экономике США, и они должны сейчас либо подтвердить, либо опровергнуть, и это должно уже произойти в марте, а март, получается, очень интенсивный месяц в свете вот... Да, того, что они сами отложили, значит, оптимизацию федерального бюджета до марта месяца, и плюс вот еще, как бы, потолок госдолга. У Moody ситуация не столь критичная, вроде бы они должны очередной пересмотр делать где-то ближе к маю, но в любом случае, март-май, это достаточно близко, и я так понимаю, что, судя по тому, что был очень хороший урок, преподан в 2011 году, от S&P, конечно, никто этого не ожидал, то есть многие дикторы просто были в шоке, что Америке снизить кредитный рейтинг... Кто же на это пойдет, да? Да, тем не менее, это произошло, и тем не менее, резонанс был, было отвесное падение, американский индекс упал, по-моему, там, на 18% за две недели, российский индекс еще больше, там, чуть ли не на 35%. Да, и то есть реакция была, реакция была очень быстрой и, я бы сказал, фотострофической, потому что каждый раз, когда вот такие вещи происходят, значит, начинаются маржин-колы, срабатывают сначала 100 полосы, как мы говорим, потом начинаются массивные маржин-колы, эти маржин-колы невозможно исполнить многим, потому что все обычно торгуют еще с плечом, к тому же... Ну, и начинается каскадное просто. Просто обвал рынка, и вот этот момент, где-то просадка 5-6-7%, учитывая левелиджированность, левелиджированность, ну, дайте по-русски, закредитованность всех управляющих в мире, вот именно этот феномен, который сейчас присутствует на всех практически рынках, он ограничивает безопасное падение рынка уровнем где-то 5-7% в неделю. Если это падение больше этой суммы, то начинаются каскадные процессы. Я понял. Ну, и волатильность, условно говоря, по большому счету сейчас у нас достаточно сильно упала, то есть даже на нашем рынке раньше, ну, что такое 5 тысяч пунктов, да? Сейчас мы делаем 2 тысячи, и это уже достаточно серьезное движение. А при падении волатильности, да, у людей посыпается аппетит к тому, чтобы увеличивать плечо. Да, соответственно. Друзья мои, все замечательно. Ну, Миша заговорил уже, да, давайте к нашему рынку мы, так сказать, повернемся лицом, вот, посмотрим на то, что, ну, за исключением, да, твоих уже комментариев, Володь, по-моему, что, да, парадоксально, но на наш рынок, оказывается, сейчас приходят частные инвесторы в больших количествах, ну, не совсем это так не видится, вот. И тем не менее, что, какие перспективы, какие, как рисуете ситуацию, связанную с российским рынком, Миша? Что ты видишь на нем? Ну, самый мягкий вариант, это 1450 РТС. Это самый мягкий. Ну, куда мы... 1450. Учитывая, что сейчас вот он закрывается на уровне 1552. Да, это самый мягкий вариант просадки. Самый мягкий. А худший вариант, это проход ниже 1200 в течение, там, 6-8 месяцев. Ох уж мне эти оракулы, на чем это основано? Объясню, ну, опять же, мы говорили только что про Америку, да, то есть, если им как-то удастся все эти дебри пройти более-менее спокойно, то, да, сходим на 1450 и, возможно, на этом закончится. И если все же Обама сможет продавить последствия своей позиции, да, и все проблемы скинуть на доллар США, который, возможно, скажем так, ну, просто будет... Как Бернанке к чему и стремится понизить его курс, да, то тогда, да, возможно, тогда акции вообще могут стать качественным активом. То есть, да, проблема в трыжах, возможно, будет, да, но некоторые товарищи в мире будут думать, что вот посижу я в акциях просто, потому что это как бы никуда они не денутся. А все же там те же облигации, они, понимаете, они привязаны к стоимости валюты. Да, я здесь согласен, на самом деле. Бесценивается, естественно, облигации и прочее. Мне эта точка зрения очень импонирует, потому что, на самом деле, ведь на рынке сейчас нет фундаментального анализа, нет технического. Вернее, он есть, но он потерял былую свою актуальность. И люди пользуются принципом прецедента. То есть, они смотрят, значит, если в течение года рынок падал, но, тем не менее, он все равно вернулся на былые высоты, и потом в следующем году тоже вроде все плохо было, он тоже падал, и все равно он восстановился, то на третий год они окончательно смелеют. И когда им говорят, давайте теперь все вместе, исход в качество, раз, два, три. Ну, это как раз волновая... И все стоят, никто не пошел. Обоснование, скажем так, волновых теорий. А вот теперь исход в качество. Но тут, понимаете, пласт пустой. А вот теперь исход в качество. Ну, один кто-то так понуро побрел там в это качество, посмотрел так. Недовольно. Подожди, причиной тому, что вот есть два, по крайней мере, ты назвал, два прецедента, да, упали, отжались, упали, отжались. Да, с 2010 года фактически исход в качество управляющим стал неинтересен. Потому что это мертвый сезон, это отсутствие доходностей высоких, которые необходимо зарабатывать. И это накладные расходы большие. Потому что из одного класса активов нужно перелоцироваться в другой. Потом из того класса активов нужно обратно перелоцироваться в этот. То есть вот эти вот вещи как бы многим надоели. И вместо этого просто используют некий там хедж по тому же индексу S&P. Почему я и заговорил про вот этот вот put call ratio на чикагской бирже. Потому что, видимо, сейчас концепция поменялась. То есть увеличивают просто вес этого страховочного индекса. То есть вес put of на S&P увеличивают, когда уровень боязни возникает. Но в трижеря как бы не выходят. Ну или выходят, но не в том объеме, когда было раньше. Просто на самом деле трижера сегодня стали по большому. Вот несмотря на то, что рейтинг пока еще высокий, да. Но трижера на самом деле по части риска, если судить без бумажной бумаги, да. Вот чисто логикой. Они ничем, скажем так, безрисковостью сегодня не отличаются от акций. Это такой же риск. Возможно, это же еще больше риск. Многие это понимают, да. Соответственно, поэтому фондовый рынок, возможно, S&P, поэтому таки растет сейчас на дрожжах. Ну тут вещь, или момент какой по поводу безрискости. Это пенсионные фонды и страховые фонды, они имеют декларации. Они обязаны держать эти трижерея. Они их ненавидят. Послушайте, что говорит глава Пимка Билл Гросс по поводу трижерея. Но он покупает тиши. Тиши вянут, но он покупает, потому что у него в декларации прописано, что должно быть там определенный пропорция. Если бы этого не было, то, наверное, рынок облигации бы уже рухнул. Да, не рухнул, потому что есть еще первичные дилеры. Там, значит, действует другая ситуация. Ты мне, я тебе. Значит, наши знаменитые 8 больших банков и Федрезерв. Федрезерв говорит так, если вы не будете покупать на аукционах трижеря, то я вас лишу дисконтного окна. Это да. Так что думайте. Тем не менее, тем не менее, о чем я как бы хотел сказать. То есть, скажем так, сегодня, возможно, начался такой процесс ухода именно вот в эти акции для того, чтобы как-то обезопасить. Потому что некоторые видят в них большую безопасность, чем в тех же самых облигациях. СНП, я насколько понимаю, сегодня перестал коррелировать здесь так. Есть американские акции, есть облигации американских компаний. Облигации американских компаний, они привязаны непосредственно к доллару, потому что это номинальная стоимость доллара, по большому счету. Вот. Корреляция у них ушла. СНП растет, облигаций нет. Вот. То есть, почему? По идее должны. По идее они всегда почти коррелировали. Ну, стоп. Значит, когда акции растут, облигации должны пары. Не-не, корпоративные облигации. А, как 70 банды. Корпоративные. Я не говорю банды государственные, а именно корпоративные. Вот корпоративные облигации почему-то перестали. Они не повторяют динамику СНП. Ну, потому что они малоинтересны. Какие там спреды в штабах у корпоративных облигаций? Я вас умоляю. Смотрите, там, значит, по десятилеткам у нас сейчас сколько? Получается 1,98, что-то такого-то вроде. Сюда где-то там 2, они что-то подходили. Значит, берите, посмотрите, десятилетний General Electric, там, 2,01. 2,01. Согласен. Ну, кому это нужно? Я о чем говорю? Я говорю о том, что есть сейчас потенциальный риск того, что проблему действительно могут перекинуть на доллар сам. Чего они и хотят сделать. То есть, смотрите, есть позиция республиканцев, есть позиция демократов. То есть, мы ведем к валютным войнам. Да, по большому счету. Демократы, если они свое продают, возможно, они будут бить просто доллар. Как могут. Тогда, естественно, на 450, и дальше мы не будем падать. Так сразу свою валюту бить. Вот, а если все же республиканцы смогут свое продавить, то есть, мы получим рецессию в первом квартале, мы получим сокращение дефицита бюджета, существенное, как они хотят. Если, соответственно, доллар пойдет вверх в этом случае, да, соответственно, экономика США будет не просто хромать, а очень сильно хромать, да, то мы можем получить очень большой обвал. И мы действительно можем проколоть 1200, которые держали пока вниз. Я склоняюсь к тому, что у республиканцев есть шанс. Почему? Потому что, на самом деле, есть что сокращать. Ведь, послушайте, в американском бюджете полно совершенно ненужных никому программ. Там программы по, я не знаю, там, вот этот, gas emission, которые можно спокойно наполовину, ополовине. Значит, исследование шельфа арктического, которое ясно, что никто в ближайшие 2-3 года заниматься не будет. Значит, там дотации фермерам Аляски, которых никогда с роду фермеров не было. Значит, по инвалидам там вообще миллион программ, значит, незрячих научить, значит, там, это все полезные социальные программы. Нет, есть обязательные программы. Это social security, это помощь, так сказать, чтобы люди могли жить, так сказать, какие-то доходы имели. Это да, конечно, и медицинская помощь. Это да, безусловно, Medicaid. Но помимо этого, там в 3 раза больше программ, которые реально никакой пользы не дают. Я уже не говорю про исследования НАСА, которые тоже, скажем так, половина из них не имеют шанса в ближайшие 3-5 лет быть запущенными. Они, тем не менее, финансируются. Хорошо, хоть из Афганистана вывели войска хотя бы что-то. Поэтому реально Обама мог бы сокращать бюджет. Мог бы, да. Но не хочет. А что именно не хочет или все-таки его что-то мешает, на него что-то давят, я не знаю. С точки зрения рациональности, да, республиканцы на самом деле правы, потому что действительно нужно как бы, они больше как немцы, да, давайте выздоровление системы устраивать, давайте структурно, потому что как бы это сокращение, оно будет менять структуру. Да, то есть наиболее эффективные и отрасли экономики, да, и эффективное производство, эффективные услуги, да, в том числе госуслуги, они будут как бы выпачковываться. А неэффективные, они будут резаться, естественно. Мы обещаем, что мы о российском поговорим обязательно в третьей части. Да, а ушли вы мне в Соединенных Штатах. Чертый, дорогой, у нас там 15 минут останется. Вот, ну давайте вернемся хорошо про российский рынок. Да, у нас вопросы еще есть, надо будет отвечать на вопросы. Да, я вижу два сценария, то есть первый сценарий это коррекция в 450, 1450, и все же печатный станок и бьем доллар. Либо доллар не бьем и тогда лечим на 1200. Бьем в доллар. Бьем в доллар, у нас ведь ситуация такая, что мы сейчас зависим только от цен на нефть. Я извиняюсь за вот эту банальную фразу, которую, наверное, до меня тут говорило 100 человек, но вот на самом деле у нас сейчас рынок, у нас формула была такая, значит, цена на нефть плюс нет-то сальдо притока оттока капитала. Поскольку у нас отток, ну или, так скажем, слабый приток меняется сильным оттоком, то у нас главенствующий фактор сейчас стал, это цена на нефть. Ну это все говорят, и экономисты, и там, значит, сенаторы наши российские, поэтому на самом деле рубль фактически зависит, ну в краткосрочном периоде, в таких эпизодах, как было позавчера, конечно, он реагирует на то, что происходит на глобальных площадках. Он как бы просел, но вот то, что мы говорили в начале передачи, он отжался. Володь, я прерываю тебя, у нас снова традиционно новости, мы их слушаем опять-таки с удовольствием. А потом продолжим. Ну что ж, ну что ж, временем молима осталась последняя часть нашего эфира. Давайте сразу же мы продолжим наш разговор и, 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 наверное, с ответа на вопрос. На вопросы, ну, один из них, по крайней мере, я бы хотел озвучить в эфире. Пишет Юрий. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Сейчас идет мощное давление со стороны правительства на энергосбытовой сектор. Уже ряд компаний лишены статуса гарантированного поставщика электроэнергии. Этот процесс будет идти и дальше. Скажите, пожалуйста, что будет с энергосбытовой компанией после лишения статуса гарантирующего поставщика? Есть ли шанс акционеров вернуть свои вложенные денежные средства в данную компанию? Два вопроса. Да, я думаю, что я готов ответить, тем более, что я сам, в общем-то, достаточно интересовался сильно вот этой чубайсовской реформой. И с самого начала эти бытовые компании выглядели крайне слабо на общем фоне, на фоне сетевых и генерирующих компаний. А потом, когда мы начали, конечно, копать глубже, было выявлено многочисленное, конечно, злоупотребление. И дивиденды сами себе выплачивали директора, и, так сказать, там счетчики, условно говоря, там... Подкручивали. Ну, они, так сказать, как бы сказать, забирают кэш один, а сообщают о другом. Ведь невозможно там, они связаны с этими жилищно-конторами, жилищно-коммунальные. Они говорят, что у них вот уровень сбора такой-то, а на самом деле он выше, например. То есть это фактически то, против чего сейчас, в общем, у нас там наверху пытаются бороться. Это форма мошенничества. Но я не говорю, что все сбытовые компании так действовали, но очень многие да. И, по сути, они себя таким способом дискредитировали. Потому что что такое сбытовая компания? Ну, это, грубо говоря, счетчик и маленькая конторка с пятью компьютерами и там с девушками, которые сидят на этих компьютерах. Они ничего не генерируют, это сервисная компания. И при этом они являются платежным центром. И получается действительно парадоксальная ситуация, что мощные генерирующие компании, там УГК, там Сайна-Шушинская ГЭС, там Красноярская ГЭС, ну и так далее, там Зейска, они генерируют колоссальное количество энергии и денежных потоков. И эти денежные потоки распыляются и оседают в вот этих локальных конторках, которые там делают бухгалтерскую химию с ними. Поэтому ясно дело, что это рано или поздно должно было бы закончиться. И исходя из этого, ну, разумеется, их просто нельзя вот взять и обанкротить и, так сказать, все, прощать. Соответственно, скорее всего, их будут выкупать. Вопрос, кто их будет выкупать. Пока вот опыт первый, он связывается о том, что их пытаются интегрировать с сетевыми компаниями. То есть, скорее всего, выглядеть будет это таким образом, что это будет консолидация. У нас, значит, сначала энергетика консолидировала, потом раздробили, теперь снова будут ее консолидировать. И она будет консолидироваться на базе региональных сетевых компаний, в состав которых будут входить эти сбыты. И, соответственно, будут объявлены какие-то коэффициенты конвертации акций. Ну, естественно, акционеры этих сбытовых компаний, они должны будут получить в обмен на них вот эту вот консолидированную акцию сети сбытовую. Как этот процесс будет происходить? Я не могу гарантировать, что там не будет совсем никакого, так сказать, ничего от лукавого. Возможно, там кто-то будет недоволен. И, возможно, в первые годы, скорее всего, резко упадет дивидендная доходность по таким бумагам, потому что им нужно будет очень большие капитальные вложения делать. Вот. Но, в любом случае, владеть сейчас бумагами с бытов, на мой взгляд, непрестижно. И, если есть возможность, конечно, опять же, я говорю, не всех. Мы нас в рамках передачи не могу упомянуть, скажем, которые из них хорошие, которые плохие. Но часть сбытовых компаний, ну, совершенно, там, Ярославская, Ивановская, совершенно ни к чему эти бумаги частному инвестору в месяцевом портфеле. Ну, тем не менее, смотри, вот вопрос такой, да, у Юрия Второй. Есть ли шансы акционера вернуть свои вложенные деньги в средства в данную компанию? То есть шанс все-таки такой... Маленькие шансы. Почему? Потому что эти бумаги покупались на пике их популярности, когда реформа фактически стартовала. И когда эти бумаги, они практически считали, что они будут расти пропорционально генерирующим и сетевым компаниями. Вот этого роста синхронного не произошло. А сейчас уже общее состояние рынка, тем более второго эшелона, не то, что было в 2005-2007 году. Рефарии на фондовом рынке тоже нету. Нету, да. Поэтому у меня есть очень большие сомнения, что, так сказать, за жизненный цикл человека вот эти бумаги смогут восстановиться до того оригинального уровня, на котором они приобретались. То есть я вынужден констатировать это, хотя это, конечно, для нашего радиослушателя печальное новое. Ну, тем не менее, это правда. Чубай сделал очень хорошую реформу, но не для акционеров. Потому что, если помнить РАУЕС, когда было, да, там, до реформы, и посмотреть, сколько стоила вся электроэнергетика страны, вот все компании, да, она сейчас стоит, примерно, столько же сейчас. Может, даже чуть дешевле, но, тем не менее, все эти доп. эмиссии собрали больше триллиона рублей с пылесосили. Нормально. То есть, словно говоря, стоили столько же, стоит столько же. Столько же, а где деньги? А где деньги? Ну, собственно, Анатолий Борисович сам говорит, когда его спрашивают, как бы, каковы успехи вот этой реформы. Он говорит, успехи в том, что собрали деньги. Да, больше триллиона собрали, и все. Не, ну, он же так говорит, значит, он не лукавит опять. Не, ну, он же сам затевал, значит, он знает, о чем он говорит. Вот, а в связи с этим, соответственно, многие обожглись тогда, еще в те годы, да, соответственно, второй раз, я думаю, на грабли мало, кто захочет наступать, и, соответственно... Ну, то есть, вот, в очередной раз мы говорим, да, что проблемы, связанные с реструктуризацией электроэнергии, не делают никаким образом. Вот, и, возможно, кстати, Газпром сейчас слабый, есть же слухи о том, что его будут реформировать, да, и все, скорее всего, вспоминают, наверное, вот этот РАУ-ЕС реформа, только тогда... Мы знаем, мы знаем, как у нас реформировано. Да, реформа РАУ-ЕС воспринималась на ура, и Райка, ну, это кличка, условно говоря, тогда, она росла, то есть сейчас, получается, если действительно про Газпром правда, вот этот инсайт, да, который слух ходит, то, получается, рынок, наоборот, это негативно воспринимает. Структурно, структурно. РАУ-ЕС, конечно, был оптимальной модель для российской энергетики. Другое дело, что в какой-то момент поняли, что необходимо срочно, значит, обновлять основные фонды, и государство, и РАУ-ЕС не хотелось тратить свои деньги на обновление этих фондов, и тогда они задумали вот эту вот всю хитрую схему для того, чтобы деньги на обновление основных фондов получить откуда-то... Откуда-то взять? Да, да. Но обновление не получилось, не у меня. Если там, условно, посмотреть сколько, у нас чуть-чуть больше 200 тысяч мегаватт, по-моему, мощностей всего в стране, да, сделано. Там примерно, если цикл там 30-40 лет, мы должны просто от амортизации ежегодно вводить порядка там 6 тысяч мегаватт, да, мы вводим в 2-3 раза меньше, то есть мы не покрываем износ полностью в текущий момент. То есть у нас не то, что обновлений нет, мы не возмещаем потери в текущий момент. Ну да, да, продолжается старение мощностей, особенно это касается КИПа, контрольно-изместительных... Особенно трансформаторных подстанций касается там, действительно, в регионах эти трансформаторы, действительно, они еще 50-60-х годов, на некоторых знак качества СССР еще можно различить. Это достаточно грустная тема вообще. Вот, и еще такой момент, допустим, если предположить, что электроэнергетика будет сейчас полностью обновлять, да, то есть им нужно будет строить дополнительно 3-4 тысячи мегаватт, я не помню точно цифры, да, давно не смотрел, года два, наверное, вот, то получается вся прибыль, вот вся прибыль отрасли, она все уйдет на это обновление. По большому счету сегодня вся прибыль электроэнергетики, которая существует, она базируется на износ мощностей. То есть если заставить их сделать так, чтобы мощность, износ не рос, то прибыль исчезнет полностью, почти у всех. Ну и потом наверняка, да... В целом по отрасли будет даже минус. Единственная надежда, это экспорт электроэнергии, но, понимаете, вот эта компания, которая занималась экспортом электроэнергии, и только им, Интерао, сейчас она занимается, ну, практически всем, я бы хотел сказать, кроме экспорта электроэнергии, но это не совсем правда будет, надо все-таки, нельзя грешить против правды, чуть-чуть она занимается экспортом в Финляндию, в Китай, но объем этого экспорта упал по сравнению с тем же серединой 2000-х годов. То есть сейчас РАОЕС не является компанией, которая курирует экспорт электроэнергии. И вот это тоже очень, так сказать, досадный момент, потому что тогда давайте Интерао делать консолидирующей компанией, но нам нужен экспортер электроэнергии, который так же, как Роснефт заключает с китайцами договора, так же будет заключать с ними договора о поставке электроэнергии, о поставке мощности. Ну, Интерао сейчас интересуют совершенно другие процессы, они слишком высоко от этого отошли. Все очень просто, у нас в стране строить электростанции достаточно невыгодно, так же, как дороги, и примерно по той же причине. Какая причина? Потому что дураки это делают. Но, скажем так, ну, если так уж брать честно, уровень коррупции и сдержек, которые падают, скажем, на все сегменты, они в любом случае увеличивают себестоимость строительства всего, в том числе и электростанций. Ну, ты, Евгений, туда пригласили. Поэтому, на самом деле, сложно винить именно руководство всех этих компаний, да, потому что они просто смотрят, скорее всего, там сметы по строительству того или иного объекта. И понимают, что это просто себе в убыток строить что-то в текущих условиях, потому что это запредельно дорого. И еще один момент, последний, если уж говорить об этой отрасли. В свое время, это, наверное, еще было середина 90-х годов, немецкая компания «Симмонс», она предложила свои услуги, потому что «Симмонс» уже заранее просчитал, прокалькулировал, когда произойдет стопроцентный износ мощностей. Но в тот момент, значит, «Симмонс» просто не пустили никуда. Он пытался, там, купить завод турбинных лопаток, там, «Клэмс», подбирался все. Ему нужны были доли в этих предприятиях, он не претендовал на контрольный пакет, но ему нужны были доли, чтобы он мог на базе этих предприятий создать современные мощности по производству генераторов электроэнергии, трансформаторов и так далее. Ему не дали, ему дали по рукам. Потом, правда, это все хорошо закончилось благодаря, там, Мордашову, он, там, создал этот, значит, силовую машину и туда включил «Симмонс» и так далее. Но в те годы фактически были потрачены время впустую, поскольку своего производства уже не было, а иностранное производство, которое нам предлагали по политическим соображениям или по каким-то другим соображениям, безопасности и так далее, и так далее, его не дали возможность создать. Вот, и еще один такой момент. Друзья, скажи-ка, Миша, извини, пожалуйста. Сейчас я, может, успею. Ну, давай. Тридцать секунд. Мне надо поправчаться еще. Без электричества, возможно, страна, конечно, не останется, да, но просто в какой-то момент придется строить и кому-то доставать очень много денег из кармана, ну, и, естественно, в этом деле миноритарные акционеры ничего не выиграют. Да. Ладно, друзья мои, давайте заканчивать на оптимизичкой ноте. Во-первых, еще раз всех с праздником, с наступающим праздником 23 февраля, Днем Советской Армии и Военно-Москового Флота. Я все-таки так привык на его называть. Поменьше военных действий. Спасибо вам за участие. Уважаемые слушатели, всего хорошего, успехов на рынке. До свидания.